Правоохранители в Великом Новгороде ищут хулиганов, которые в новогоднюю ночь разбили стекла и помяли крыло одного из автомобилей. Это происшествие можно было бы отнести к разряду банальных и бытовых, если бы не фамилия его владельца. Собственник машины Иван Левкович больше известен в городе как дорожный доктор. Артем Забралин встретился с автомобилистом, который по собственной инициативе взял на себя роль санитара уличного движения. Такого подарка на Новый год Иван Левкович точно не ожидал. Утром 1 января, подойдя к своей машине, увидел разбитое заднее стекло. Затем пошел в автомобиль, решил посмотреть. Еще ли что повредено, пошел с этой стороны. Разбитое это стекло. Также на кузове имеется вмятина. Потерпевший сразу же обратился в полицию. Сотрудники описали повреждения, но, говорит владелец, в салон автомобиля даже не заглянули. И только когда сотрудники уехали, Иван нашел внутри машины два небольших металлических шарика. Инцидент можно было бы списать на празднующих Новый год разгулявшихся соседей, которых Оливье не кормит, да и только что-нибудь сломать. Но это уже не первый автомобиль Ивана, который подвергается атаке неизвестных. Ну, не исключено, что это связано еще с моей деятельностью дорожной. Можете поподробнее? Ну, в городе, наверное, известен более как дорожный доктор. Так сказать, не раз было ДТП у меня уже и на Кольцах, и в других местах города, где систематично водители нарушают ПДД. Иван Левкович блогер, и деятельность его связана с выявлением нарушителей правил дорожного движения. Например, на кольцевых перекрестках он занимает крайне правый ряд, попадая в слепую зону водителей, перестраивающихся с левого. Именно такая опасная принципиальность не раз вызывала бурную критику практики дорожного доктора в социальных сетях. Угрозы разбитых стекол самые безобидные из тех, что регулярно сыпят в его адрес подписчики популярных пабликов. И вроде бы закон на стороне Ивана, но есть один момент. По правилам, водитель обязан всеми способами попытаться избежать аварии. А он этого намеренно не делает, что тоже является нарушением. Только вот зафиксировать это пока никому не удалось. В Торопях все участники ДТП оформляют Европротокол. Водители, которые встретились с дорожным доктором, они, как правило, используют возможность оформления дорожно-транспортного происшествия в соответствии с пунктом 261. То есть они не вызывают сотрудников ГИБДД. И понимаете, для того, чтобы зафиксировать, что есть нарушения со стороны вот этого гражданина, надо как минимум иметь регистратор. По словам сотрудников ГИБДД, дорожный доктор не зарабатывает на этом деньги и почти никогда не обращается в страховые компании, чтобы восстановить автомобиль. Это его принципиальная позиция, естественно, вызывающая бурное негодование у новгородских водителей. С другой стороны, все, что необходимо для избежания подобных инцидентов, соблюдать ПДД. В то же время сотрудники новгородской полиции, не дорожной, а уже уголовной, расследуют дело о причинении ущерба самому Левковичу. Поиск тех, кто подпортил карету доктора, ведется, но пока безрезультатно. Артем Забралин, Петр Самусов, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Продолжение следует...